Но мы ушли работать, а Белоснежка скучает. Она выложила на стол кучку из 36 камней. Каждую минуту Белоснежка разливает одну из кучек на две и добавляет в одну из этих двух кучек новый камень. Откуда хочешь, оттуда и добавляешь. То есть действительно много. Через некоторое время у нее стало 7 кучек, в которых поровну камни. Могло ли так случиться? И сколько камней оказалось к этому моменту в каждой куче? Белоснежка – это героиня сказки. У нее там было 7 днём. Единственная сказка. Так вот, как-то раз они все ушли. Она выложила на стол 36 камней и стала заниматься такой странной работой. Взяла кучку камней, разделила на две кучки. И в одну из этих кучек добавила камень. Камень. Один камень. Камень, да. Добавила один камень. Потом разделила одну из полученных кучек на две и в одну из полученных кучек добавила камень. И так далее. Вопрос. Могла ли в какой-то момент она получить 7 кучек, и чтобы в ней в этих кучках было бы форму камня. Да, могла бы? Могла бы. Надо добавлять камень в ту кучку, которую держишь. 19, дальше 10, 9 не бывает. Надо было прибавить камень в ту кучку. Надо было прибавить камень в ту кучку. Выпиши 10, 10. Нет, 10, 10. Ребята, каждый раз надо, ну, чтобы ничего не было, да, 10, 10, это понятно. Дальше. Я знаю, кстати, почему не получится. Ребята, чтобы достичь цели, желательно знать, чего вы хотите достичь. Интересно, вы придумали на самом деле, какие у вас получится 7 кучек? По сколько камней там будет? По 6? Да. По 6 камней. 42, 9, 10. Слушайте, а кто мешает нам написать результат? Я Коле иногда в шутку говорю, что алкопроист это человек, который пишет результат до того, как его посчитал. Вот это та самая ситуация, ребята. Понимаете? Конечно, у нас здесь должны быть какие-то деления на кучке, все замечательно. Но результат-то мы можем написать заранее. 6, 6, 6, 6. Что там дальше бывает? 6, 1, 2, 3, 4, 5. 6. И еще. И еще раз 6. Согласны? Да. Замечательно. А что дальше мы делаем? Идем с конца. Как можно было получить 6, 6? Из 11. Из 11? Конечно. А как можно было отсюда? И отсюда. Нет. Можно было и по-другому как-нибудь. Так, хорошо. А эти 6, и эти 11, как сливать? Из чего они получились? Из 16. Из 16, конечно. Они получились из 16. А это откуда легко получить? Из 21. А это легко получить из 21. Вообще все. Осталось суммам виду довести вот эти следочки. И задача решена. Результат-то мы могли догадаться. Так, правда, задачу мы еще не решили. Потому что в задачи спрашивали не только какую-нибудь способ. Просили объяснить, почему будет вот именно по 6. Почему если получили 7 одинаковых кучек, то обязательно у них будет по 6, а не по 6, какая-то решена. На самом деле, для себя просто объяснить. Но объяснить нужно. Вы из одной кучки получили 7, надо пивать 6 кучек. Из-за того, что для того, как у нас получилось 7 одинаковых кучек, мы использовали 6 разных кучек. Получилось, что от этого исходит 6 пучек, которым прибавлялось по единице, а то есть 3,6 плюс 6, и это было все равно. Спасибо. Ребята, это самое все легко. Если в начале была одна кучка, то вот эти вот развилки, то есть операции, когда мы кучку превращаем в 2, не добавляя в этом камне, их должно быть ровно 6. Если в начале была одна кучка, а стало 7, то, конечно, операции по увеличению количества кучек должно быть ровно 6 штук. Ну, значит, добавить 6 камней. В начале было 36 камней, 36 плюс 6, это 42. 42 разделить на 7, это 6. Более того, я вам скажу, можно, в принципе, было понять, каким образом, в принципе, можно было получать из 36. То есть, в первый раз у нас единственная развилка. Дальше либо такая, либо надо было с 11 обвинять.